Проезд в общественном транспорте подорожает на 5 рублей. Такое решение приняла комиссия после заседания Министерства государственного регулирования цен и тарифов 2 апреля. Изменение в стоимости билета на автобус или троллейбус будет действовать для владимирцев с 10 апреля. У нас с вами больше года не менялись тарифы на перевозки в общественном транспорте города Владимир. На автобусах проезд будет стоить по-прежнему дифференцированно. В зависимости от способа оплаты, это по карте 33 рубля будет стоимость проезда. И если вы платите наличным расчетом, то ценник становится 35 рублей. Проезд в троллейбусах за наличку будет стоить также 35 рублей. Если же вы платите банковской картой, стоимость будет не 33 рубля, как в автобусе, а уже 32. Такие цены владимирцы должны были увидеть еще 10 февраля. Почему в этом году так затянули с пересмотром тарифов на пассажирские перевозки, министр цен и тарифов объясняла на своей пресс-конференции. Как сообщала Мария Новоселова, город находился в процессе транспортной реформы. Видимо, поэтому тогда было не до пересмотра стоимости проезда. При этом для льготников цена сохранится до конца апреля. Хотя проездные билеты и подорожают, все же не так сильно, как разовый проезд. В апрель едут, как ехали по старым ценам. А уже за май, сейчас за этот период, вот до конца апреля, мэрия такие решения примет. Но, что для себя мэрия понимает, безусловно, это то, что положение льготных категорий граждан в связи вот с таким подъемом тарифов, оно не должно ухудшиться. То есть, насколько я полагаю, есть основания думать, что все-таки стоимость проездного в этом смысле, если и подорожает, то не на те 16%, на какие дорожает сейчас заразовая тариф. Некоторых перевозчиков новость обрадовала. Вот так повышение прокомментировал Максим Володин, директор компании «Виктория», которую горожане знают по маршруткам «Газ» и «ПАЗ». Он заверил, что на своих маршрутах повышать ценник допредельного не будет. Да, да, 35-33, да, на этом маршруте будет 32-30. Наверное, в целом удовлетворили, исходя из того, что, да, это не какие-то подачки 2 рубля или рубль, да, вот, они, конечно, помогут снять ряд проблем, существующих у оставшихся перевозчиков, да, потому что где-то можно будет там что-то подделать, чтобы подулатать, больше чем по чуть-чуть, соответственно, позволить водителям еще зарплату поднять. Мы, конечно, и так и уже, допустим, подняли. Мы попытались услышать мнение других участников рынка. До руководителей Владимир Пассажир Транса, РТС и Евро Транс Владимир Плюс оперативно дозвониться не удалось. Перевозчик Александр Тимофеев комментировать повышение тарифа не стал. О том, что такое увеличение ценника не спасет частников, высказался представитель компании-перевозчика, которая покинула рынок в конце 23-го года как раз из-за экономически необоснованного тарифа. Андрей Алферов привел свою математику. По его мнению, проезд в 30-32 рубля нужно было ставить еще в 2021 году, чтобы хоть как-то удержать на плаву транспортные компании. Ну, такой тариф, при котором старые перевозчики, которые давно работают на рынке, и, в принципе, при этом тарифе могут позволить, наверное, себе работать в том же самом состоянии, там, может быть, чуть-чуть с улучшением каким-то. Они все равно не могут сейчас позволить при таком тарифе новый автобус. Они могут позволить при таком тарифе поделать старые. Спросили мы и мнение жителей. Они разделились. Для кого-то подражание оказалось несправедливым, другие же, услышав новые цифры, отреагировали спокойно. Это очень дорого будет. Вот у меня нет пенсионного. Ну, в смысле, я на пенсию, но я не выправила пенсионный. Я езжу по карте. Нет, ну это дорого уже. Мне, если честно, все равно. Ну, нужно как-то, наверное, оплачивать работодателю и зарплаты, и как-то компенсировать, наверное, затраты свои. Правда, конечно, состав у нас, в особенности в троллейбусном, мало пополняется. Ну, это дорого. Дорого, да? Конечно. Почему дорого? Ну, потому что автобусы все старые. Очень плохое расписание у автобусов. Ну, за что платить деньги, я не знаю, честно. Мне кажется, вполне нормально. Это же нормальная практика, когда цены повышаются периодически. Ну, а так, первая, конечно, реакция – это опять подорожание. Вот. Ну, хочется надеяться, что будут улучшения, что будут более квалифицированные кондуктора, водители, что автобусы будут менять. К слову, предельную цену, как ни крути, устанавливают в профильном министерстве. Перевозчики же могут только подавать свои документы с так называемым запросом на определенную сумму. Так, как нам стало известно, частная компания «Виктория» подавала документы на урегулирование цены в сторону 38 рублей, а муниципальная организация «Владимир пассажир транс» запросила 47. При этом перевозчики просят ту стоимость, при которой они могли бы регулярно ремонтировать подвижной состав и обновлять его. Слаясь на экономическую необоснованность тарифа, рынок пассажирских перевозок с конца прошлого года покинули четыре компании – «Ситилайн», «Пуатис», «Окта» и «ИП Михайлов». Маргарита Бычкова, Александр Агафонов, Шестой канал.